всем привет вы снова находитесь на канале old dutchman с вами я владимир казарчук если кто не знал если кто только присоединился к нашему каналу мы здесь обсуждаем уже совершенно другие тематики к восточным единоборствам имеющие совсем косвенные отношения но тем не менее заслуживающие тоже интереса и скажем так уважения так вот в продолжение тематики о политике молдавии меня кто-то спросил почему я так вот резко негативно отношусь к молдавским властям я не отношусь к ним резко негативно нет но негативно да но не резко потому что среди всех тех людей которые раньше находились у власти в молдаве среди тех политиков были действительно люди хорошие были действительно люди нормальные тоже что происходит сейчас последние буквально 20 лет в той молдавии это просто не поддается никакому объяснению и не подпадает ни под какие стандарты какой-то человеческой морали или общественной вот таких вот общественных норм правил поведения среди людей среди политиков даже скажем так почему сейчас я вам объясню девяносто шестой год я стою я работаю службы безопасности в огромном на тот момент в огромном супермаркете в кишиневе green hills называется я стою на выходе три дня подряд у нас идет презентация итальянских товаров итальянских продуктов одежды бытовой химии парфюмеровщим итальянцы арендовали помещение под продажу своих товаров класс отлично и в качестве акции вот этот рекламная акция чтобы люди шли покупать в этот магазин потому что в народе в городе все говорили что блин это такой дорогой магазин туда только богатые ходят да ну нафиг не не я туда лучше не пойду я пойду в обычный продуктовый знаешь так и качестве рекламной акции типа вот как вот чтоб притянуть к себе народ они на эти три дня пообещали людям неважно за какую покупку главное что при наличии обычного кассового чека человек человек получает в подарок набор состоящий из трех обычных стаканов не гранена высокие они даже не бокалы просто стаканы из стекла с маленькой такой наклеечкой там на наклеечке была такая розочка и внизу было тесно ken scott и естественно такая вот обычная картонная упаковочка тоже вот это клеймо этот ken scott три стакана так вот что случилось из этих из-за вот того чтобы получить только вот эти вот стаканы у нас под этим магазином собралась половина города люди приезжали из других городов чтобы только прийти получить эти стаканы ну на халяву и мое так вот ладно бог с ним я начал с того что я все три дня стоял на выходе охранял выход от того чтобы люди через выход не ворвались в магазин и не устроили хаос не мародерствовали не разбивали кассовый блок там или еще что-то ну на халяву в молдавии народ идиотствует так что мы его нафиг так вот были многие случаи когда мне там угрожали и порезать меня и что я до дому не дойду и то и все стоит толпа огромная толпа перед выходом и пытаются зайти но никого не впускаешь никого не впускаешь там на входе вообще ужасно что творится столпотворение впускают в магазин только тогда когда допустим 20 человек вышло 20 человек запустили 20 вышло 20 запустили это было три дня подряд что-то ужасное люди даже ночами стояли это был декабрь то это был декабрь люди стояли даже ночами в этой очереди и не пропускали своего места только из этих вот трех идиотских стаканов ну да бог с ним подъезжает на дороге от тротуара черная волга но у тех кто старой закалки кто из советского союза понимают сразу черная волга это что-то правительственное подъезжая черная волга из этой волги выходит жиробас по другому его не назовешь следом за ним выходит его жена и дочка идут вот он как титаник идет через эту толпу люди автоматически вот какой-то подсознательные у них уровень они раздвигаются в стороны сами он под а я вижу что идет какой-то мужик вылез из черной волги морду отворачиваю в сторону где-то нафиг подходит дергает дверь дверь закрыта на замок стучится я так поворачиваюсь что надо открою дверь именно вот таким вот голосом таким тяжелым голосом что ему даже языком шевелить тяжело вот настолько вот он весь вовлечен в решение проблем тех избирателей которые отдали свои голоса за него открою дверь я чуть-чуть приоткрываю дверь а он тянет на себя я и раз на обратно я вас слушаю мне нужно войти в магазин пожалуйста вход с той стороны здесь выход жена его так но ведь там же люди я бывает иногда такое что первая реакция на самое правильное и она вот говорит ну там же люди я мгновенно сразу у меня все слетает скатушек а чем вы лучше этих людей хлоп дверью перед его носом блин у бабы сразу слезы на глазах как это так какой-то вонючий охранник обидел жену какого-то там депутата вы что блин он уже кулаком стучит стекло ну-ка ты открой дверь и тебе кое-что покажу я приоткрываю дверь что надо я слушаю вас вот он как стоял вот сейчас я вам покажу как он значит стоял и на каком уровне у него было удостоверение депутата вот он стоит вот так вот открывает удостоверение я депутат парламента мунтиана мне нужно войти именно вот так я я ему уже услышь мужик я тебя не избирал мне кто ты такой закрыл дверь и тут начинается да я тебя скотина уволю да ты сегодня последний день в своей жизни работаешь тебя нигде больше никто не знает валяться черта матерей естественно со мной начальство говорила по поводу того что неважно хоть он блять брат простите хоть он брат президента хоть он сестра ельцина хоть еще кто угодно гони всех в шею они здесь никто и звать их никак ну этими словами меня начальство приободрило и я поэтому так и и разговаривал с депутатами второй случай тоже вот один из этих трех дней потом у нас а нет стоп это был ноябрь потом у нас в декабре была вторая акция но на второй акции уже людям обещали килограмм гречки и килограмм сахара бесплатно за то что они что-то там купят в магазине была тоже такая вот фигня откуда ажиотаж но уже двое суток то было трое суток это было двое суток ну так вот по моему во второй или в третий день опять-таки через выход из магазина пытаются вломиться люди они пытались все время вломиться и придумали всякие там басни и типа они директора типа они они знают лично президента вот этого green hills а они знают лично генерального директора да они ему позвонят до сейчас тебя выкинут отсюда и так далее я таким уже просто говорил чувак запишись в очередь стучится в стекло выходной двери какой-то мужик женщина я так предкрывали слушаю вас мне нужно зайти в магазин купить пожалуйста вход с той стороны я не могу зайти там очередь там очередь я хочу зайти здесь здесь у нас выход к сожалению вас пустить не могу вы вообще понимаете кто я такая ну судя по всему вы женщина но если вы не умеете читать то здесь на румынском языке на русском языке написано выход из магазина вход там и закрываю дверь она пыхтит возмущается что такое тут подходит какой-то в пыжиковой шапке мужик как оказывается они приехали вместе мужик кулаком вот так вот стучит в эту дверь я приоткрываю что вам надо мужчина здесь выход из магазина ход с другой стороны он слышишь ты животные вот так и говорит слышишь ты животные я личный водитель личного пресс-секретаря депутата парламента как-то фамилию назвал мне если ты сейчас нас сюда не впустишь считай что твой сегодняшний рабочий день последний в твоей жизни думаю он были ночью опять эту историю уже слышал какой день подряд или мужик слышь ты личный водитель личного пресс-секретаря личного блять депутата какого-то там парламента иди ты нахер отсюда и хлопнул дверью это кричал возмущался быкался мыкался я к чему вот это вот такое вступление сделал по поводу таких от депутатов приближенных депутатов депутатам и так далее я говорю это к тому что в молдавии именно по молдавии осужу я не жил не в россии не на украине не белоруссии я жил какое-то время молдавии и я сужу со своей точки зрения о том что там во власти творилось и творится по происходящим фактам вернее по происходившим фактам так вот люди которых избирают в парламент депутатами они после своего избрания тут же забывают о тех кто их избрал с какой целью их избрали для чего их избрали по идее они как бы слуги народа они должны выполнять требования наставления тех людей избирателей которые их выбрали во власть но как только их изберут вот как здесь у нас германии есть такой зеленый политик роберт хаббик он сейчас у нас министр экономики министр окружающей среды короче там та еще баламуть у него образование он отучился три с половиной года на электрика всунулся в зеленую партию общем ни ума ни фантазии как говорили раньше про эту нику сам афракийскую при полном отсутствии потому что без головы при полном отсутствии мысли полный полет фантазии так и у него этот роберт хаббик как-то избирателям или в бундестаге сказал выбрали значит выбрали все отвалите от меня так и здесь в молдавии выбрали да идите вы нахрен спасибо что вы выбрали теперь я буду делать так как нравится мне я буду наполнять свой карман деньгами я буду наполнять карман моих родственников деньгами я построю себе виллу там я построю себе виллу там я куплю себе там я куплю себе там и так делают практически Все депутаты молдавского парламента. Президент К, вот это вот гендерное разделение в языке, особенно в немецком, сейчас набирает такие сумасшедшие обороты, что просто-напросто ученые и лингвисты сказали, что хватит вот этот идиотизм, господин инженер, господин инженер К, господин врач, госпожа врачи Х, нам уже не надо, мы от этого хотим избавиться. И сейчас уже начинает постепенно вот этот идиотизм, то, что он набрал обороты, начинают ученые, начинают лингвисты, филологи давить назад, чтобы в правительстве Германии включили мозги и поняли, что они превращают свое население в шайку идиотских баранов. Так вот, используя вот это гендерное разделение полов, молдавский президент К, являясь чьей-то там марионеткой, попускает то, что депутаты парламента сегодняшние врут своим избирателям, которые их когда-то избрали, нагло придумывая всякую чушь и обвинение в своих бедах, в своих вот этих криворуких ошибках, перекладывая все эти, все эти, всю эту вину на, допустим, на Россию, на Белоруссию, на кого-то с Украины. Они не хотят признать того, что они сами безмозглые, они не хотят признать того, что они наглые хапуги, они хотят сказать, что виноват в этом народ и виноват кто-то со стороны, кто-то из-за границы, но не они, пришедшие во власть. Где же вы были, ребята, раньше, когда вас избирали люди? Вы бегали, кричали о своих предвыборных кампаниях, вы бегали, кричали о том, что как только вас изберут, вы будете лучше править, вы будете исправлять ошибки ваших предшественников, вы будете делать то, вы будете делать это, ваша страна станет жить лучше. В конечном итоге, к чему мы приходим? Год-полтора в Молдавии, вот сейчас вот эта вот власть новая, как бы эти, как они себя называют? Хорошие люди. На митингах они кричат, мы не можем, к сожалению, исправить эти ошибки, потому что эти ошибки были сделаны еще 30 лет назад при советской власти, и потом, которые были до нас и властители, президенты, они сделали так, что страна вообще опустилась в полное говно, и мы теперь не можем ничего исправить. А какого хера, извините за выражение, вы шли в эту власть? Вот так вот, просто открыто, чисто по-дружески, какого хера, господа молдавские депутаты? И вот вам еще один маленький такой, сколько у нас времени, есть еще, и вот вам еще один маленький такой сюрприз. Вы говорите, что я вот так вот резко негативно отношусь к молдавской власти. Две тысячи... сейчас скажу... 2007-й или 2008-й год. Я с семьей в Италии. Нет, обманываю 2010-й, пардон, 2010-й год. Я с семьей в Италии, и... На дороге останавливается внедорожник с молдавскими номерами. Кстати, под знаком стоянка, остановка запрещена. Останавливается прямо вот так вот на дороге, на этой вот зигзагообразной полосе, там, где тем более нельзя стоять вообще, потому что эта полоса там в Италии для автобусов. Выходит оттуда, ну, 20-летний парень, где-то, может, лет 20-25 максимум. Я смотрю, что молдавские номера, и подхожу, и говорю, эй, слышь, земляк, тут стоять нельзя. Тут, говорю, вчера вот буквально вот несколько машин эвакуатором карабинера уволокли. Он говорит, я все знаю. Я говорю, ну, я предупредил, мне, как-то знаешь, по барабану. Попридержи лучше язык при себе. А я говорю, а не понял, а в чем дело? Ты вообще знаешь, кто я такой? Бля, посмотри на номер машины. Я смотрю, ну, молдавский номер еще. Это дипломатический номер. Мой папа, бля, дипломат в Италии. Я говорю, а ты говно, бля, извини за выражение, бля, говно, которое разъезжает на папиной машине, бля, в Италии. И нихрена не знает правил дорожного движения, бля. Кто ты такое, животное, я сейчас с тобой разберусь. И нахер отсюда, говно. Это вот так вот разговаривать нужно открыто с этими обезьянами, с этими вот говнюками. С сынками, детками вот этих вот депутатов, которые, придя к власти в Молдавии, сразу же забывают, кто их избрал. Их избрал народ. Их избрал народ для того, чтобы они выполняли свою программу, выполняли требования народа, помогали жить лучше народу, а не воровали деньги у этого народа, не обворовывали до последней нитки и не тащили все в свой собственный карман, разъезжая, блин, на крутых машинах по разным странам, будь то Италия, Португалия, Германия, там еще что-то. Вот пару лет назад у меня один коллега по работе. Слушай, у нас тут в нашем городке свадьба скоро будет крутая. А мы-то тут при чем, с какого боку припеку. Ты не понял, ты же вроде с Молдавии. Говорю, ну да. Так вот, сын министра внутренних дел приезжает сюда, он женится здесь. Говорю, и что? На ком? Ну, она там русская, или то ли они с Молдавии, не знаю, я не вдавался в подробности. Он сказал, что она, типа, тоже когда-то сюда приехали. И вот они переписывались, то все. Он, мы приехали, блин, на двух автобусах, там, в каждом автобусе по 50 человек, они такую, устроили свадьбу, блин, ты что, блин? Говорю, и что? Министр внутренних дел. Я говорю, кто министр внутренних дел? Вот этот вот чувак, который за деньги папы и за деньги государственной казны сюда приехал бы, или, блин, тот министр внутренних дел приехал. Нет, говорит, это его сынок. Говорю, молодец, говорю. Что я тебе могу сказать, блин? Они приезжают сюда в ЕС, они просят, блин, денег, дайте нам на подъем экономики, дайте нам на подъем социальных сфер, на улучшение жизни нашего населения. Ой, наше население стало жить так плохо, потому что в России сфолочи живут, в России сфолочи у власти, поэтому мы, молдаване, живем плохо. Молдаване, извини за выражение, с какого боку припеку Россия-то к вам, блин, со своими проблемами, со своими мудаками у власти. Там своих хватает, причем вы начинаете винить кого-то в своих бедах. Вы обворовали народ, вы нагло врете в глаза своему народу, вы нагло врете здесь, клянча лишнюю, блин, денежку, блин, чтобы только вам помогли с финансовой помощью. И своих же деток, потом такие вот министры внутренних дел или какое-то говно, которое купило себе, блин, власть, присылаете сюда, чтобы они пошиковали недельку-другую, чтобы они здесь показали, как они круто живут. И, естественно, потом вот эти вот водители, как я вот говорил в прошлом выпуске, которые живут, можно сказать, в Румынии с румынским паспортом, но выходцы из Молдавии, говорят, что в Молдавии хорошо жить, в Молдавии классно жить, что сейчас там самая лучшая власть. Объясните мне разницу между этой властью и властью до нее. Может быть, эта власть лучше той, которая после нее придет, которая придет и разденет вас до трусов, снимет с вас последние трусы, последние носки, последние майки, и тогда вы поймете, что, блин, черт возьми, моя Санда все-таки была лучше, она нас не так сильно обдирала до липки, до нитки, как вот эти вот обдирают, а эти скоты, эти сволочи. Вы вот так вот что ли хотите? Я не понимаю, просто народ просто настолько в Молдавии, я не знаю, блин, затуманен вот этим вот винищем, блин, как я уже говорил, с грудного возраста пьют вино, пьют вино, поят детей и считают это нормой. Ну, не знаю, не знаю, приезжают сюда потом вот эти вот политики, которые купили себе дипломы, купили себе образование, они без понятия, они без понятия вообще о том, что они делают, чем они заниматься должны, чем они занимаются. Они приезжают сюда и ведут себя, не знаю, ведут себя, как свиньи, честно, ведут себя, как свиньи. Вот смотрите, для сравнения, просто для сравнения, к нам в город приезжал президент Чехии и встречался с премьер-министром Баварии. Из-за этого президента Чехии на автобанах ничего не перекрывали, шел эскорт, шла полицейская машина, все, они просто получили зеленую полосу и они ехали по этой полосе, в то время как другие машины проезжали мимо. Делайте выводы, вы прекрасно знаете, о чем я говорю, что такое правительственный эскорт. Вот он приехал к нам в город, в городе, с выезда с автобана до того ресторана, там большой ресторан и рядом называется дом баварской истории, огромнейший такой музей, здание. До вот этого музея частично, частично были перекрыты всего-навсего две улицы. То есть по этим улицам движение не прекращалось. Я говорю это к чему? К тому, что я в пять вечера ехал домой после работы, и я ехал уже по этим улицам, которые были до этого частично перекрыты. А вот теперь смотрите, вот вам живой пример. Я еду в сторону дома, я подъезжаю на светофор на большом перекрестке, мне нужно поворачивать направо, здесь едут машины прямо, там налево. Рядом со мной подъезжает правительственная машина, первый подъезжает внедорожник, затемненные стекла, там сидит охрана. Рядом со мной, рядом со мной, вот на таком расстоянии от моей машины останавливается правительственная машина, окошко чуть приоткрыто. Я вот так вот поворачиваюсь, и обратно вот так вот, поворачиваюсь, премьер-министр Баварии, он сидит вот так вот, здрасте. Он, первый, премьер-министр Баварии. Это то же самое, что президент какой-то страны. То, что Бавария это отдельное государство, но входит в федеративную республику Германия. Ни дорог неперекрытых, ни загнанных в свои будки-конурки людей. Вот, пожалуйста, две машины. Машина охраны и машина, скажем так, президента. Он из окошков. Здрасте. Здрасте. Я, честно сказать, я был немножко ошарашен этим. Ну, ладно, идем, вот вам следующий пример. Вы просто подумайте потом об этом, почему я вам это рассказываю. Следующий пример. Мы гуляем вечером с собакой. И тут, и вдруг я вижу, что по соседней стороне улицы, нам навстречу, идет депутат Бундестага от христианской партии, баварской. Его зовут Петер Аумер. Он в Берлине заседает, он там выступает в Бундестаге. Он пробивает через свою фракцию очень много действительно умных вещей, полезных, нужных вещей, которые в первую очередь нужны Баварии, нужны народу. Он идет сам, сам, без охраны, дорога не оцеплена. Он идет. Что делаю я? Я его только увидел. Я останавливаюсь, он увидел, что я остановился. И я ему сразу... Здравствуй, Петер. Ёлки, блин, я не ожидал вот так вот тебя... Он, ну, а что же говорить? Ну, здравствуйте. Поздоровался человек со мной за руку. Буквально там пару минут мы поговорили. Он поблагодарил за то, что вот мы следим за его политической деятельностью. Все, депутат Бундестага. А теперь, что если вдруг кто-то не понял, к чему я вот эти вот два примера привел, после того, когда я вот так вот негативно высказался о власти в Молдавии. Молдавия. Мы с ребенком с коляской гуляем. Рыжкановка, кто знает Рыжкановку, в Кишиневе вот эти вот озера. Мы идем с коляской по дорожке на одном из этих озер. И там намечается встреча какого-то там депутата парламента со своими избирателями. Он каким-то там боком припеком к обновлению парковой зоны на этих озерах. Мы идем, дорожка пешеходная, стоянка для машин там, там то есть можно ставить машину и пройти здесь. Вот. Едет Волга опять же, правительственная Волга, приостанавливается. Ну куда мне скинуться с коляской, блин, вот так вот в траву что ли? Приостанавливается водительную. Бля, пшел вон отсюда. Ты не охренел, кто такой мне? И тут открывается дверь, вылезает депутат. Коля, ну неку, 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 успокойся. Что такое молодой человек? Я депутат парламента, у меня здесь встреча с избирателями, бля, освободите дорогу, бля. Молдавский депутат. Говно какое-то, вот какое-то говно. Депутат, говно. Политического говна. В Молдавии. Извините, но по-другому я не могу о таких людях высказываться. Я не могу к ним относиться по-доброму, когда они ведут себя как, извините, опять за выражение, как куча гуано, а не как люди, которых избрали во власть. Эскорт президента Молдавии. Перекрывается половина города. Выставляются полицейские через каждые 10-15 метров. Люди не имеют права не то, что пройтись по улице, вообще высунуться своей мордой из окошка, поприветствовать с молдавским флажком президента, которому насрать на тех людей, которые его якобы избирали. Перекрывается половина города. Вот, пожалуйста, вот. Премьер-министр Баварии. Я вам сейчас вот рассказывал, повторяюсь опять. Город не перекрыт. Дороги не перекрыты. Машина стоит рядом со мной. У него окно вот настолько вот приоткрыто. Он высовывается. Здрасте. Почувствуйте разницу, господа, как раньше говорили. При всем богатстве выбора другой альтернативы нет. Так что ли получается? Почувствуйте разницу. Почему я вот так вот негативно отношусь к этой власти, которая сегодня в Молдавии, которая раньше была в Молдавии, которая обворовывала тогда своих людей, обворовывает сейчас, и вряд ли прекратит обворовывать в будущем. Вот эти вот сказочники, которые приходят к власти, они каждый раз на выборах рассказывают одну и ту же сказку. Но только со своей точки зрения. Со своей стороны. И говорят, что скоро нам будет жить лучше, скоро нам станет жить веселее, будем то, будем все. Мы введем вас в ЕС. Ребята, для того, чтобы войти в ЕС, нужно выполнить целую кучу пунктов по программе кандидатства. Пункт первый. Коррупция во власти. Пункт второй. Коррупция в экономике. Пункт третий. Улучшение социального уровня, улучшение социальной жизни. Это только некоторые пункты из того каталога пунктов, которые Молдавия никогда не выполнит. Они могут вас кормить обещаниями, они могут вам говорить все, что угодно. Они могут даже кричать, ребята, нас завтра принимают в НАТО. Наш министр обороны Молдовы съездил в НАТО, поговорил со Стольтенбергом, и Стольтенберг сказал, чуваки, хорошо, мы когда-нибудь примем вас в НАТО. Когда-нибудь. Когда-нибудь. Но, извините, если молдавские депутаты или парламентарии не понимают разницы между ЕС и НАТО, то о чем вообще можно с ними разговаривать? Потому что, если вас приняли в ЕС, это не значит, что вас автоматически приняли в НАТО. Я, надеюсь, ясно выразился, что ни там Молдавия не светит, ни там Молдавия не светит. При нынешней власти. И даже то, что они прекрасно все знают, кто украл эти полтора миллиарда долларов, когда украл эти полтора миллиарда долларов, куда спрятал эти полтора миллиарда долларов, они все это прекрасно знают. Они не берут этих людей, они не берут этого, допустим, человека, они не берут эту команду воров. Знаете почему? Это потому, что они тоже имеют с этого процента. Делайте выводы, господа. А я пошел дальше работать. Мой рабочий день продолжается. И, к сожалению, я не могу никак повлиять на исход событий в этой молдавской политике. Я могу также высказывать свое мнение, негативное мнение о том, что там происходит. Кто-то может сказать, кто ты такой, живешь уже хрен знает сколько лет, там ли, сиди, молчи, закрой свой рот. Ребята, без проблем, тогда какого хрена вли? Вы, когда пытаетесь стать депутатами, просите молдавскую диаспору, живущую на Западе, ой, пожалуйста, проголосуйте за нас, нам нужно больше голосов. Эти дебилы, которые живут здесь, да голосуют за вас, сидящих там. Эти дебилы не собираются возвращаться в Молдавию. Им насрать на эту Молдавию. Они прекрасно знают это. И они не возвращаются туда. Они не хотят. Они хотят зацепиться здесь, чтобы жить здесь. Они не хотят возвращаться туда. Что, ну, пожалуй, мы проголосуем. Они голосуют за таких вот, как сегодняшняя вот эта партия, которая стоит у власти в Молдавии. А жить становится хреновее только простому народу. Делайте выводы. Всем удачи. Не забудьте подписаться на этот видеоканал, поделиться видео с друзьями, поставить лайк или вот такое вот, мне плевать. Я свое мнение высказал. Я живу в стране, где действует свобода мнений. Поэтому я имею полное право высказывать свою точку зрения на любую тему, какая меня интересует или нет. Всем удачи. Пока. С вами был я, Владимир Козырчук. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова